Александр, добрый день. Взаимно. Вот, собственно, интересно с позиции рядовых граждан по сбережения и так далее поговорить на тему инвестиций, трейдинга, новых финансовых инструментов и возможностей. Тут надо изначально просто разграничить инвестиции и трейдинг. Трейдинг – это не инвестиции, инвестиции не есть трейдинг. Дело в том, что трейдинг – это работа, люди должны понимать. Я с первого дня, когда пришел в трейдинг, я с первого дня это понимал и я, будем говорить так, такое есть русское слово, толдычу постоянно людям. То есть трейдинг – это работа, инвестиции – это инвестиции. Трейдингом надо заниматься серьезно. Это не тот бизнес, о котором люди думают, что они нахрапом там придут с 30 тысячами рублями. Средний счет у российского брокера порядка 50 тысяч рублей. Ну, это понятно, что у кого-то есть 20 тысяч, у кого-то есть миллионы рублей, у единиц. И люди пытаются по-простому вот этот за короткий промежуток времени создать себе так называемое счастье. То есть мы сейчас придем в трейдинг, мы насмотрелись фильмом, Герчика насмотрелись, там еще кого-то насмотрелись, открыли телевизор, посмотрели фильмы красивые и все остальное, и мы сейчас будем зарабатывать. То есть этот человек сразу должен для себя разграничить. Трейдинг – это не занятие там одним часом в день, это на самом деле большой кусок работы, и надо заниматься профессионально, то есть надо действительно учиться, надо какую-то там базовую информацию получить так минимум. Вот еще вот такой вопрос, возвращаясь к личным финансам, часть людей как бы особо горячие головы, то есть есть люди, которые со сбережениями приходят, они консервативные и так далее, все плавно, не всегда, но да, не всегда. Есть люди, которые, ну такие сорви головы, они как бы берут деньги в кредит, верят в какую-то историю и давают в нее приходить. И в принципе имеет ли смысл вообще с кредитными деньгами? Это мрак. Это мрак. Я вот могу прям посмотрю в камеру, скажу, я полный идиотов, чтобы это делать. Люди знают, что я могу иногда выразиться, ну не иногда, а всегда. Я конкретно говорю одну вещь. Если вы действительно там хотите торговать на кредитные деньги или еще что-то, это мрак. Формула предельно проста. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Все. И люди не понимают, да, например, там, люди должны эдипатно оценивать плечи, которые они берут. То есть человек должен понимать, куда и на что он идет, и сколько это ему будет стоить. Когда люди начинают закладывать что-то в квартиры или еще что-то, это трындец, капитальный. Я, когда это слышу, я сразу говорю, забывай, закрывай, убегай. Все. А как такого человека можно остановить? Никак. Никак. Таких людей называют лудоманами. Это люди, которые там в свое время проигрывали в казино, потом идут на рынок, они считают, что они делают какие-то там абсолютно правильные вещи. Понимаешь, проблема в том, что многие люди даже заходят без убыкновенного базового образования, да. Я вот там на семинаре, у меня есть там один день риск-менеджмента. Я людям начинаю показывать. Ой, а мы этого не знаем. А что, надо максимальный риск на день поставить? А что, надо поставить максимальный риск на позицию? То есть люди идут, такое ощущение, что они приехали из космоса. Но ты, если заходишь в какой-то бизнес, да, например, неважно, ты хочешь открыть мойку автомобиля. Ага. Или ты хочешь открыть магазин по продаже лампочек. Ты же не откроешь возле огромного супермаркета, который торгует лампочками, маленький магазин, чтобы тебе по-простому туда никто не зайдет. То есть ты должен изучить рынок, ты должен понимать элементарное, базовое какое-то образование. Я тебе хочешь парадокс расскажу? Да. Например, вот смотри, в фирме есть риск-менеджмент, который дается любому человеку бесплатно. Вот, там, Вася, хочешь риск-менеджмент, который по-простому тебя защитит от твоей дурной головы. Что такое риск-менеджмент? Он тебя защищает от твоих глупых поступков. Ага. Например, ты идешь в казино, у тебя в одном кармане 100 рублей, а в другом 2. И вот этот риск-менеджмент закрывает, зашивает карман, в котором есть 100, и ты можешь поиграть только на 2. Ага. Сюда ты полез не можешь. Ты можешь выйти, вернуться на следующий день, и тебе твой риск обратно будет за 2 рубля, который ты можешь потерять. Ага. Вначале все берут этот риск-менеджмент. Все. Ага. Все взяли риск-менеджмент. Как ты думаешь, сколько людей определится сейчас в определенное промежутное время? 5%. То есть люди считают, как этот риск-менеджмент будет мне закрывать то, что он меня контролирует. И люди полностью отказываются от него, они думают, что они сильнее. Ты никогда не будешь сильнее системы. Рынок – это система. Ты – это маленькая часть этого механизма. Ну, прямо в смысле слова. Сегодня ты зашел на рынок с деньгами, ты есть. Ты ушел, за тебя забыли. Никто не знает там. У меня был такой трейдер. Это не герой Советского Союза, который был или герой России. Он был. Его больше нет. Есть, знаешь, очень хороший анекдот. Когда, короче, Изин пошел за хлебом, на хлеб была скидка, у него остался 1 рубль. Он зашел в казино, поставил на красное, выиграл, поставил на черное. Ну, так вот умножался, умножался, все время выиграл и дошел до миллиона долларов. Ну, потом берет миллион долларов, ставит на красное, черное. Приходит домой, жена говорит, как дела? Проиграл доллар. Вот это основная проблема. И у людей такое ощущение, что многие люди, они просто бесстрашные. Ну, там, там сложно. Нет, реально, послушай, есть статистика. Есть статистика, да, есть статистика, и она по-простому неутешительная. Есть статистика по российским брокерам в среднем, сколько живет средний трейдер. Так вот я тебе гарантирую, да, и люди, которые меня будут смотреть, я им гарантирую тоже в прямом смысле слова. Хотя за слово гарантирую в Америке можно сесть в тюрьму. Например, у меня американские лицензии и российские лицензии. И за это можно сесть в тюрьму. Но я гарантирую каждому, что если человек поставит себе систему риск-менеджмента и будет торговать по правилам, шансы потерять – ноль. Расскажу тебе еще один очень интересный момент. В Англии, по-моему, в 2000-х годах, англичане – это люди, которые очень любят делать огромное количество тестов, сделали тест. Было взято 30 трейдеров. Новички, не новички. И, значит, были введены определенные правила. Ну, там, то есть максимальный риск на день, максимальный убыток на позицию, максимальное плечо и все остальное. Задача у этих трейдеров, знаешь, какая была? Потерять деньги. А. Как ты думаешь, что с 30 людей сколько потеряли? Ноль. Ноль. То есть, если у нас действительно будут смотреть меняемые люди, меняемые, пускай забудут интернет. Например, я знаю, лично есть ресурсы, которые позволяют купить определенную приблуду, которая будет тебя контролировать. И мне трейдеры приходят и говорят, меня это спасло. Потому что, например, бывает такое, что, ну, более профессиональное, когда у тебя проскальзывает стоп, и ты не можешь сам выйти. Потому что ты начинаешь смотреть по-простому на это, как заяц на удава. Забированный. И ты, знаешь, как я все время трейдерами говорю, когда я рисую график, я говорю, где у трейдера какая-то критическая точка? Это выйти в ноль. То есть, все, что трейдер, который теряет деньги, для него первое, на самом деле, это большое счастье, это выйти в ноль. Поэтому ставите просто риск-менеджер и все. Я выходил из профессиональной среды, и мой хозяин мне много лет назад когда сказал феноменальную фразу, что я никогда не могу контролировать, сколько денег ты заработаешь, но я всегда могу контролировать, сколько ты потеряешь. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok